Детектив Любое расследование похоже на детектив. Должен быть злоумышленник, свидетель, место и следы преступления. В данном случае все это есть и ничего этого нет. Уже несколько месяцев на улицах Мытищ с помощью специальной лаборатории отлавливаются следы чего-то неприятного, а может и опасного – отравленного воздуха. Обычный двор многоэтажного жилого дома. Здесь очень много детей, рядом школа. Но именно из этого дома приходит наибольшее количество жалоб на состояние атмосферного воздуха. Что-то здесь не так. Это самая окраина жилого квартала на улице Индустриальной. Дальше промзона. Жители с опаской смотрят в ее сторону. Особенно ночами. То есть по большей части ночью запах какой-то химический. Какие-то выбросы именно какого-то химического характера. Такие едкие. Пахнет гарью по ночам. Особенно после девяти вечера. Невозможно проветрить, вообще открыть окно. Создается впечатление, что кто-то пытается скрыть свои следы. Но какие? Бывали случаи, когда сборщики цветных металлов обжигали изоляцию медной проволоки и получалась настоящая химическая атака. Это серьезное экологическое преступление. Но таких случаев давно не было. Если что-то изжигают в промзоне, скрыть это все равно невозможно. А вот то, что мы видим каждый день, никто прятать не собирается. Это дизельные моторы. В промзоне отстой идет фур. Сейчас холодное время года. Фуры стоят круглосуточно. Соответственно, фуры топятся. Топятся они все на дизеле. Естественно, будут запахи. Знаменитый эффект смога, когда из-за высокого давления и сырости выхлопные газы прижимаются к поверхности земли. Когда-то Лондон и Токио задыхались от удушливых газов. Потом Пекин. А теперь получается и мы. Очень много обращений на протяжении уже трех недель, что по городу идут просто запахи. Это и Щелковский проезд, это и станция Матища, это и Крестьянская, это и Вера Волошина, естественно, индустриальная СИН Корпус 3. То есть запахи есть. Но опять же, это мы связываем с холодным временем года. Беда всех мегаполисов – транзитный транспорт. Его потоки приносят цунами газовых выхлопов. Решать эту проблему и социальную, и экологическую предстоит всем миром. Это очевидно. А вот те подозрительные и неуловимые выбросы другого характера тоже не должны оставаться нерасследованными. Мы готовы с жителями этого дома, ближайшими к району, выйти все вместе, да, как это мы делали с общественной палатой, например, и осуществить им без замеры. И даже в их квартирах? Даже в их квартирах, пожалуйста. Пока желающих провести лабораторные замеры в своих жилищах не находится. Но проблему никто не сбрасывается с счетов. Экологические браконьеры, иначе их нельзя назвать, могут нанести серьезный урон городской среде, в том числе сжигая химически вредные вещества. А от этого под угрозой оказываются все, где бы мы ни проживали. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...